Среди необъятных просторов степи и жаркого южного солнца находится небольшая республика – Калмыкия, которую называют оазисом степи или Маленькой Азией в Европе. При въезде в Элисту столицу Калмыкии вас встретит парящий в небе золотой всадник – образ богатыря Джангара, олицетворяющего добро и силу в древних легендах. Это один из самых больших позолоченных памятников в России. Главной достопримечательностью Элисты является буддийский храм Золотая обитель Будды Шакьямуни или Центральный Хурул. Это самый большой буддийский храм в Европе. Вокруг обители молитвенные барабаны и небольшие статуи учеников Будды. А перед главным ходом стоит статуя Белого Старца. Всего входов в Хурул 4, расположенных по разным сторонам света. Это значит, что все желающие могут посетить храм. В этом громадном и величественном сооружении находится 12-метровая статуя Будды Шакьямуни. Здесь же совершаются молитвы, ритуалы и праздничные богослужения. Недалеко от храма на Центральной площади Элисты находится буддийская пагода 7 дней. Она состоит из 7 ярусов, каждый из которых соответствует определенному дню недели. На первом уровне находится большой молитвенный барабан, в которой заложены свитки с 30 миллионами буддийских мантр. Любой желающий может покрутить молитвенный барабан и получить благословение. Бескрайние степные ландшафты, визитная карточка Калмыкии, древнего края, просторы которого когда-то бороздили кочевники. Степи с цветущими тюльпанами и пушистым ковылем, поющие барханы, уникальные озера, артезианские источники – все эти чудеса предстают перед взором восхищенных путников, посетивших регион. Заповедник Черные земли – это единственный в России полигон для изучения степных и пустынных ландшафтов, а также калмыцкой популяции сайгака – одного из редчайших видов антилоп в России. Во время пребывания в заповеднике также можно ознакомиться с необыкновенной природой и редкими представителями флоры и фауны степного края. Священное дерево или одинокий тополь – природный памятник в целинном районе Калмыкии. Считается, что в 1846 году его посадил буддистский монах и поныне оно служит местным поклонением для тысячи буддистов. Поразят любого гостя калмыцкие песни и танцы, не оставят равнодушными и удивительная национальная кухня. Доброта, отзывчивость и гостеприимство местных жителей порадуют каждого. Калмыкия – степная жемчужина и республика, в которой я живу.